Всем привет, вы на канале Шиклайвдрайв и мы сегодня будем разбирать новое обновление Кайо Перико в GTA Online. В этом обновлении поддобавили очень много самолётов, вертолётов и машин. Это самое лучшее обновление, которое поддобавили в GTA Online. А самое лучшее, что сделало это обновление, это новое ограбление Кайо Перико. А самое что главное, нужна косатка, подлодка, которая стоит 2 миллиона 200 тысяч. Но её стоимость окупится с помощью ограблений. На позапрошлой неделе был такой бах, который мог пройти саботаж за несколько секунд. Но сейчас это не работает. Так что не используйте бах, он показывает, что вы это сделали, но ничего не добавляется, когда ты делаешь в ограблении саботаж. Впадать в зависимые задания в новое ограбление, то там нужно резак, или плазморез, оружие и всякое-всящее. Но чтобы добыть оружие, есть 2 способа. Там может быть или в офисе может заспавниться оружие, или нужно самое скучное задание, это нужно проследить за вертолётом. А самое главное, что есть в ограблении, можно пройти его в одиночку. Но есть надоедливый бах, когда ты хочешь полететь на остров, то ты не можешь. У меня только на карте есть, но она не пропадает, а ты не можешь полететь на остров. Это уже было у меня уже 3 раза. Если у вас не получилось достаться в новый остров, то меняйте сессию. В первом подготовительном задании нам нужно исследовать остров. И нужно включиться к камеру в комбайконе кольцованной вышки, чтобы узнать, что там хранится. На новые недели добавилась новая тачка. В казино Диамант. Моя самая бесполезная тачка, которую я добавила в следующей неделе, это ветер. Если вам понравился родник, я буду делать их больше. Так что всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok